Третья в России экспозиция, посвященная православию в Польше, открылась в столице Среднего Урала. Торжественное открытие фотовыставки «Краски православия Польша» прошло в Духовно-просветительском центре Царский. Екатеринбург стал третьим городом, а до него ранее, этим летом, выставку оценили жители Москвы и Санкт-Петербурга. В церемонии открытия приняли участие митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, митрополит Верийский Пантелимон, митрополит Курганский Белозерский Иосиф и епископ Среднеуральский Евгений. После торжественной части состоялся обзор экспозиции. Всего на выставке представлено более ста фотографий, которые открывают уральским зрителям цвета сельских и городских церквей Польши, колорит праздничных и каждодневных богослужений, выдающихся православных деятелей, духовенства и прихожан этой страны. Стоит в Польшу приехать и приехать именно в польские православные общины. И тогда ты увидишь совершенно иную жизнь, и увидишь такую церковь, которую ты, может быть, даже и в мечтах своих здесь, у нас на родине, и не думал видеть. Потому что церковь польская православная живет, действует, она наполняет храм, ее наполняется народом, верующие люди молятся Богу. И эта жизнь, она каким-то образом частично отображена вот этой прекрасной фотографией. Хотели тоже показать подробности и особенности именно нашей православной церкви. Что такое важное, вот, священнический сан, показать, вот, как живут, как служат наши священники. Показать монастыря, которые вот сейчас больше и больше становятся наших монастырей. Фотографии, представленные на выставке, были отобраны из более чем 80 тысяч работ, размещенных на сайте orphoto.net. Хочем тоже еще больше, чтобы разные православные сайты и организации, даже ваше телевидение, могло использовать наши фотографии. Потому что много фотографов, это профессионалы, но много тоже таких очень классных фотографов, но не аматоры. Самая радость для них, если эти фотографии найдутся в газете или на каком-то сайте. Примечательно, что открытие выставки состоялось в памятный для православных поляков день, когда отмечалось 25-летие перенесения из Гродно в Белосток, мощей святого мученика-младенца Гавриила Белостокского. 25 лет назад его мощи вернулись из Гродно в Белосток. Тогда тысячи людей встречали эти мощи. Это была Пасха Белостокская. Когда после многих десятков лет, многих путешествий, когда мощи находились тоже в музее атеизма, они возвращаются в свою страну, на свою землю. Выставка будет открыта для посетителей до 22 октября. А завершился вечер ярким выступлением вокального ансамбля «Зато пений в истории». Девушки в польских национальных нарядах исполнили множество песен на разных языках. Сто лет, сто лет, сто лет, сто лет, нехай живи нам. Нех живи нам, нех живи нам. В здоровье, в счастье, в помыслности, нехай живи нам. Нех живи нам, нех живи нам. В здоровье, в счастье, в помыслности, нехай живи нам. Спасибо.